Доброе утро, Анатолий Владимирович! Доброе утро, Игорь Владимирович! Как ваше настроение? Как начали свой день? Доброе утро! Все хорошо, жизнь продолжается. Работа кипит, все в работе, скоро закрытие, премьера. Некогда расслабляться, отдыхать. Можем пригласить, пользуясь случаем. Спасибо, Даша, что приглашаете нас на передачу. Пользуясь случаем, хотим пригласить всех жителей и гостей города Шимкента на нашу премьеру, которая состоится 10, 11, 12 июня в Русском драматическом театре Бернард Шоу «Пигмалион» в постановке приглашенного режиссера из России Олега Александровича Билинского. Ну, впрочем, заядлые театралы знают это имя и знают его прекрасные постановки, которые идут на сцене нашего театра. Когда состоится закрытие театрального сезона? Вот в эти же дни состоится. Будет и премьера, и закрытие нашего театрального сезона. То есть приурочено именно к закрытию? Ну, как бы у нас такая традиция в театре, открытие, закрытие театрального сезона празднует новым спектаклем, новой премьерой. Вот в этот раз мы тоже не отошли от нашей традиции и закрываем наш 92-й театральный сезон премьерой «Пигмалион». Как прошла поездка в Байконур? Как вас там встретили? Расскажите. Нас там ждали, ощущение было, что по нам соскучились, пандемия, до пандемии мы какой-то срок там не были. Особенно чувствовалось, когда выходишь на сцену, и как они тебя еще не услышали, не увидели, что ты сделал. Уже ждут. Наконец-то вы и приехали. Вот уже руки готовы, чтобы хлопать. Ты выходишь, и тебя аплодируют. Ну, это же дорогого стоит. Актеры получили удовольствие, конечно, от встречи с байконурским зрителем. Сам город очень преобразился, очень красивый. Преобразился, да? Восстанавливает байконур, поменялся очень сильно. В принципе, он не умирает, он как-то так вот люди и строятся, да, и новые строения, и новые микрорайоны. Вот мы жили в новом микрорайоне, прям новостройки такие. Здорово. Да, здорово. И здорово, что зритель принимает нас, соскучился и ждет нас. Вот мы последний день уже, нас очень хорошо отметили администрация города, управление культурой города. Ну, как всегда, благодарственный адрес, все остальное. Ну, и просят, чтобы мы приезжали вновь, чтобы возобновили, как мы. Да, не раз в год. Мы приезжали обычно весна-осень, вот они просят осенью приехать. Ну, посмотрим. А такая возможность есть? Возможность есть. Вообще гастроли – это дорогое удовольствие. И если поддержка была бы, конечно, нам было бы легче. А так на свои доходы очень сложно ездить туда, по нулям возвращаться. Хочется зарабатывать все-таки. А сейчас, ну, сложное время немножко, поэтому не будем жаловаться, но будем смотреть. Мы тоже хотим туда ездить. Нам очень нравится байконурский зритель. Он какой-то другой, он отличающийся от нас. Может, потому что он скучающий по театру. Там же нет театра. Ну да, там мало развлечений. У нас зрители немножко присыщены. Ну, культурная жизнь там большая, хорошая, насыщенная. Они сами себя развлекают. Масса кружков, танцевальных, вокальных. Сами себя развлекать не то. Ну да. То ли мы с тобой веселимся, то ли мы приехали. Люди любят искусство, любят творчество. Это очень хорошо. Да, им не хватает этого, конечно. И мы им дарим такое удовольствие эстетическое. Они благодарны. Я думаю, что будем сотрудничать. Анатолий Владимирович, вы актер, вы режиссер, вы художественный руководитель. Что вам все-таки ближе? Что вам по душе? Ну, конечно, актерство по-любому. Все-таки тут ты отвечаешь только за себя. Ты купаешься в своей роли, ты получаешь аплодисменты. А как режиссер сталкиваешься вдруг с такой ситуацией, что актерам аплодируют, а режиссеры тут забыли, кто это, что делает. Немножко обидно становится. Игорь Владимирович чаще это чувствует, говорит, зависть испытываю к актерам, которые получают в конце спектакля аплодисменты. Конечно, актерство, оно ближе, потому что я этому учился. С годами еще больше научился, и, кажется, может, еще там можно много чего раскопать, узнать. Режиссура, ну, тоже интересно, тоже интересно, но намного сложнее. Тут отвечаешь уже за весь спектакль, не только за актеров, и за оформление, и музыкальное, и художественное. Конечно, вот последняя моя постановка за двумя зайцами, и первая, кстати. Кстати, дай бог не последняя, крайняя, за двумя зайцами. Очень удачная, кстати. Очень вымотала, честно говоря, очень вымотала, потому что одно дело сказку поставить на часик, а тут на два часа с антрактом взрослый спектакль, не сказка, и совсем другое отношение к работе, и к пониманию темы, совсем другое. Сложно, очень сложно. Актерам проще еще расскажу. Игорь Владимирович, какие еще мероприятия намечаются у вас на июнь месяц? Чем будете нас радовать? Пушкин, ну вот буквально вчера, позавчера в нашем театре, позавчера, 1 июня, значит, у нас такой общий городской был праздник с участием Акима города, с участием его замов, начальника Горано. День защиты детей был и проходил у нас в театре. Такое грандиозное событие, в котором наш русский драматический театр принимал активное участие. Ну, День защиты детей. Буквально вчера мы показали благотворительный спектакль для детей, сказку. Это для детдома, для малоимущих, для детей-инвалидов и так далее. Это вот буквально вчера. Сейчас готовимся, мы уже говорим, что премьера у нас будет 10, 11, 12. 6 июня мы ждем всех на пушкинских чтениях, которые пройдут у нас в театре совместно со Славянским культурным центром. Русский театр и библиотека Пушкина под руководством Натальи Сергеевны Романовой. Она же является председателем нашего городского славянского центра. Мы проводим пушкинские чтения, будем там определять, там будет конкурс, будем определять победителей, призы, награды. Наши актеры будут играть сцены. Ну, в общем, вспомним Александра Сергеевича Пушкина добрым словом. Недавно мы выпустили маленькие трагедии по Пушкину, вот теперь сделаем чтение, чтобы ребята, школьники почитали Пушкина, послушали его, как читают актеры театра. А далее у нас, вот уже повторяюсь, премьера в театре. Потом 14-го числа также театр проводит конкурс «Леся песня», так скажем. Тоже все это в рамках года ребенка в Казахстане, все это мы вот проводим. И вместе, совместно, опять со славянским культурным центром, русский драматический театр, будем петь русские песни, будем пропагандировать их. Гостей очень много будет, кто будет петь, наши актеры будут петь и так далее. 15-го числа в нашей театральной студии «Балаганчик» экзамен первого курса, который они сдают, приглашаем всех в 6 часов вечера. Первый курс – это, как обычно, традиционно у нас чеховские рассказы, мы их так называем «пестрые рассказы». И второе отделение – мелоимитации, парад звезд. То есть, знаете, вот на первом канале была такая программа «Один в один». Вот у нас то же самое, один в один ребята танцуют и имитируют звезд зарубежных, российских и так далее. Вот такой план. Потом, конечно, театр примет активное участие в праздновании Дня города. Это 19 июня, вот мы будем принимать участие, будем показывать что-нибудь, еще работаем над этим обязательно. И театр уходит в отпуск, долгожданный отпуск. Ну, летнее время – это всегда такой мертвый сезон для театров. Даже в советское время всегда уходили в отпуск летом, потому что, ну, в общем-то, зрителей нет. Кто уезжает в отпуск куда-то отдыхать, кто-то – огороды, дачи и так далее. В общем, зрителей маловато. Возвращаемся мы в августе. Ну, это, наверное, уже совсем другая история. Я надеюсь, вы нас пригласите, и мы расскажем, что мы будем делать дальше. Анатолий Владимирович, расскажите более подробно о работе театральной студии «Балдерганчик». Когда состоится… Балаганчик. Балаганчик, извиняюсь, да. Когда состоится очередной набор? Набор у нас в сентябре обычно так состоится, как всегда. Мы с августа уже даем объявление, записывайтесь, учите басню, прозу, стихотворение. И в сентябре, по-моему, в последнее воскресенье у нас уже это 10 лет практикуется, в последнее воскресенье сентября мы делаем экзамен в новую студию «Балаганчик». Наверное, ничего не изменится, мы также в следующем… Ну, дай Бог нам здоровья, сил, терпения. Потому что без «Балаганчика» нам никуда. Это наши силы, наше будущее, наша подпитка в любом случае. Это кузница наша. Нужно этим заниматься. Я вот всегда говорил, что 80% актеров в театре – это выпускники театральной студии «Балаганчика». Если бы не было нашей театральной студии, то, я не знаю, был бы театр русский вообще вот в таком состоянии, в котором он сейчас. Поэтому, да, Антон Владимирович прав. Это наше будущее, это наша сила, это наше все, так скажем. И, пользуясь случаем, мы вот уже приглашаем, пожалуйста, всех творчески настроенных людей, которые видят себя на сцене, которые жить не могут без сцены. У вас есть возможность, она появляется один раз в год, поступить в театральную студию «Балаганчика», где вы проходите разные дисциплины. От мастерства актера до хореографии, сценической речи, вокала, истории театра и так далее. Такой маленький курс, такой сжатый курс театрального института. Далее вы или поступаете куда-то в театральный институт, или поступаете на работу в русский драматический театр. То есть сертификат окончания театральной студии позволяет вам претендовать на место в трупе русского театра. Вот так. Приходите, да, от 15 до 25 лет, возраст ограничен. Ну, подавайте заявки, мы скоро сделаем пост, в котором выложим телефон, куда обращаться. Милости просим, будем рады. Огромное вам спасибо, что пришли к нам сегодня в гости. Ваши пожелания нашим телезрителям? Ну, я всегда говорю, любите театр, ходите в театр, театр — это жизнь. И, пользуясь случаем, хочу проагитировать всех, быть активными 5 июня на референдуме, поправкам Конституции. Приходите, участвуйте в общественной жизни, живите заботами, проблемами нашей республики Казахстан. 5-го числа на выборы. Мы всем театром идем. Обязательно. Мы активно принимаем участие. Всего доброго, здоровья, всем хорошего настроения. Ждем в театре. Берегите себя. Спасибо большое, успешного дня. Спасибо. Спасибо, Даша. Спасибо.